Добрый вечер, это проект Другая реальность, программа об удивительном, необычном и загадочном. И сегодня гость нашей студии, вновь гость нашей студии, Сунил Дахия, мастер йоги международного уровня, автор множества методик. Я напомню, что не так давно господин Дахия уже был гостем нашей студии, и вот сейчас это его второй визит в Волгоград, который он приурочил к празднованию Международного дня йоги. Немногие знают, что такой праздник существует. В этом году все поклонники йоги начнут его отмечать. И что ж, возможно, это станет доброй традицией во всем мире, ну и, конечно же, в нашем городе. Телезрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, это значит, что у вас есть уникальная возможность задать свой вопрос нашему гостю по телефону 91 96 35. Также вы можете отправлять короткие смс-сообщения с вашими вопросами на номер 18 01. Итак, я приветствую господина Дахия в нашей студии. Здравствуйте, Сунил. Сунил также приветствует всех людей, жителей Волгограда. Сунил, ну расскажите, вот ваш визит приурочен к Международному дню йоги. Расскажите нам, пожалуйста, об этом событии, что нас ожидает теперь. Сунил, you came here because of the International Day of Yoga, so can you tell a little bit more about that? What program we should expect? People around the world, they have similar kinds of requirements, and many of their requirements are getting fulfilled with yoga. Сунил говорит, что люди во всем мире, у них в принципе похожие требования к жизни, и больше и больше людей, они ищут как заняться йогой. Especially nowadays, with fast-paced life, humanity is craving for yoga or alternative system, which can give them peace and unity. И особенно сейчас, так как постоянно убыстряется ритм жизни, люди все чаще и чаще хотят заниматься йогой, у них повышенные требования к этому, и они ищут еще каких-либо возможностей, чтобы сгармонизировать свою жизнь, вот именно для гармонии и мира. That's why, when Russian and Indian government proposed in United Nations to celebrate International Day of Yoga, it was the first time ever in history, with such a short period of time, with biggest number of support, any resolution was accepted. И именно поэтому в декабре 2014 года Генеральное Ассабление ООН приняло резолюцию, которую также Россия поддержала об этом Международном Дне Йоги, который будет праздноваться во всех странах мира, в многочисленных городах. И это было впервые, что столько стран, 177 стран поддержало именно эту резолюцию. Ну что ж, очень почетно, что Россия тоже присоединилась ко многим странам. Сунил, скажите, вот по роду своей деятельности вы бываете во многих странах мира, какие направления йоги вот сейчас популярны в различных странах? Потому что в йоге, вы путешествуете много, и вы путешествуете во многих странах. Вы можете рассказать о чем-то о чем-то в йогахах? В чем странах это популярно, в чем-то в йогах? Сунил сравнивает, вот так же, как и в медицине, есть очень-очень много разных видов и направлений, то есть неврология для детей, отдельная медицина. Также кардиология, вот, так же и в йоге. И он так же говорит, это в зависимости от того, какая болезнь, вот, боли распространена в какой стране, такое и лечение, такая... И часть именно медицины, да, вот, распространяется. Например, если какие-то вирусные заболевания, да, там, вот, общая медицина может помочь таблетками, вот, то есть сразу быстрое выздоровление. Так же, например, вот в Соединенных Штатах Америки, так как там у людей очень-очень мало выходных, и они постоянно в офисе работают, поэтому именно как силовая йога и аштанга йога, они приобретают все большую популярность там, потому что это больше с подвижностью связано. А также вот где уже государство предоставляет, или вообще, в принципе, у людей в образе жизни есть уже различные виды спорта, там, и активность, да, вот, в жизни, в повседневной. Там люди ищут больше уже, например, дыхательные упражнения, или для успокоения ума, вот, одна из таких стран, это Германия. But they all together, they make yoga, and ultimately, any country will require all forms of yoga being practiced in it. Ну, в конце концов, как бы, все, весь, во всем мире требуются вот различные подходы к йоге, и если мы посмотрим на весь мир в целостности, да, то мы увидим, что вся йога, как бы, объединяет отсюда-отсюда весь мир. Известно, что существуют различные комплексы для лечения и профилактики физических заболеваний. А можно ли, занимаясь йогой, изменить вообще свою жизнь, там, не только касаясь здоровья, но, допустим, личную жизнь, там, профессиональную, профессиональную сферу? The question is, so, there are so many different ways to improve your physical health. Can yoga help you to improve your personal life or your career or, you know, different parts of life that is not related to health, but others? Yoga is science of life and beyond life. It can help you in any field, any respect, but for that you have to select a particular type or particular practice of yoga, like in medicine. If you have fever, you cannot take insulin and treat your fever. Он говорит так же, что yoga, can you repeat from the beginning? Yoga can help you in all aspects of life, but for that you need to select a particular practice or particular tradition of yoga, depending on your requirement. Yoga, он уже как упоминал, это наука как о жизни, так и о запредельном, то есть что вне пределах жизни. И так же, как в медицине, вы должны выбрать для определенной болезни определенное лечение, так и в йоге, она может помочь, то есть наука обо всем, вот, но вы должны выбрать определенные последовательности действий для того, чтобы что-то улучшить в своей жизни. Спасибо вам за ответ. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся с нашими телезрителями. Мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, детям с какого возраста рекомендуется заниматься йогой? So, the question is, from what age kids should start practicing yoga? Practices of asanas, physical practice of yoga, should be started at age of 8 years and afterwards. Because before that, joints, cartilage and bones, they are not properly developed. По мнению Сунила, где-то с 8 лет и старше, вот именно физическая практика должна быть применима, потому что ранее все суставы и хрящи, то есть органы в организме еще не совсем сформировались. Но если ребенок уже увлекся и он сам делает какие-то физические упражнения, то это не значит, что вы должны ограничивать его. Позвольте ему делать, потому что это его естественное желание. И он объясняет это тем, что если ребенок будет делать сам то, как у него тело, да, просят, то он никогда сам себя не поранит. То есть он делает именно то, какие у него позывы у тела. А если вы будете обучать, то именно тогда это может быть как немного, ну, влияние, да, из-за вне, и поэтому он может как-то навредить себе. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался вот какими-то физическими активностями, активностью или йогой, то попробуйте создать такое окружение, чтобы ему хотелось в это играть, чтобы ему самому было интересно, но не так, чтобы вы именно прям обучали его этому. Ну что ж, мы выяснили, в каком возрасте лучше всего начинать заниматься йогой. Есть вообще какие-то ограничения по возрасту? Вот, допустим, сейчас посмотрит нас человек преклонного возраста и тоже захочет стать йогом. Есть ли какие-то ограничения? Есть ли какие-то ограничения? Есть ли какие-то ограничения для йоги для молодых людей, например? Это он с санскрита перевел, вот выражение у него было, он говорит, что все, как молодые, старые, очень старые, и также дети, все могут практиковать. Но он говорит, что, конечно, есть ограничения, то есть у человека, который уже в пожилом возрасте находится, у него кости очень слабые по сравнению с другими, и поэтому он не должен, или она переусердствует, то есть сильно. Понятно, ну хотя бы то, что ограничений таких нет, то, что никому не противопоказано, и заниматься можно. Ну что ж, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте пообщаемся с нашими телезрителями, говорите, мы вас слушаем. Алло, слышно меня, да? Здравствуйте, да, говорите. Да, хотела узнать, на бесплатное посещение вот таких занятий, где-то можно будет записаться? И вот он как раз говорит, что 21 числа июня, это будет международный день йоги, программа абсолютно бесплатная, с 6 до 9 вечера, на набережной, вы можете присоединиться, и вот Сунилы и все остальные приглашают вас и всех желающих, по крайней мере, с Волгоградской области, прийти и присоединиться к этому празднику. Ну, Сунил, скорее всего, только о себе сейчас может сказать. Вот, и он говорит, что также он делает благотворительные программы для, например, ветеранов, и особенно по йога-терапии, ну, он не знает всех деталей, потому что этим занимаются организаторы. Вы можете на сайте узнать подробности. Ну, что ж, замечательно. Сунил, у меня такой вопрос в завершении нашей беседы. Рано или поздно мы в своей жизни всегда задаемся вопросом, до чего мы пришли в этот мир. Многие начинают искать какой-то смысл, истину. Дает ли ответ на эти вопросы йога? К сожалению, у нас заканчивается эфирное время. Давайте вот коротко ответим. Please show it, because the time is almost over. So, can йога answer these kind of questions? Yoga, and only yoga can answer this question, or in other words, whatever can answer this question, that thing is yoga. This is definition of yoga. If you get this answer, that means your practice is yoga. Он говорит, только йога может ответить на этот вопрос. Если вы уже нашли этот ответ, то это значит, вы занимаетесь йогой. То есть, это как раз-таки сама суть йоги. And what about your wishes to our audience? I wish all the audience a best of health, improvement in health, happiness and harmony. Get a joy, get a peace. Он желает всем нашим зрителям здоровья и гармонии, мира в душе, чтобы у вас было много радости и душевного спокойствия. Health, happiness, harmony. Здоровье, счастье и гармония. Ну что ж, это был проект «Другая реальность». Будьте здоровы, счастливы, занимайтесь йогой и приходите 21 июня на праздник йоги. Увидимся, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова